От четырех недель до полугода, возможно, я вообще не смогу петь. Неужели Джонни может потерять голос? Сложный гастрольный график, вечные недосыпы сказались на здоровье артиста. Теперь, прежде чем выйти на сцену, певец должен обратиться к врачу. Я сейчас от виниатора приехал сюда. Я сейчас занимаюсь лечением, но она мне говорит, молчи, вообще молчи. То есть мне нужно молчать сейчас. Мне даже говорить нельзя, потому что это предузелковое состояние связок. Если у меня будут узлы на связках, то это операция. И от четырех недель до полугода, возможно, я вообще не смогу петь. Будем надеяться, что до хирургического вмешательства дело не дойдет. Певец, конечно же, не отменяет выступления, но лечится по расписанию. Я уже две недели как дышу ингаляцией, я принимаю таблетки сосательные разного рода, которые мне помогают поддерживать связки в тонусе, но при этом я не выздоравливаю. Просто стою вот на одном месте и не даю ухудшиться связкам. Если бы о своем критическом состоянии сам Джонни не рассказал до выступления, то, возможно, никто бы и не догадался, что у артиста серьезные проблемы с голосом. Джонни давно мечтал об акустическом концерте. Символично, что выступление прошло в павильоне оранжерея Азербайджана, откуда певец родом. Мероприятие было закрытое, так что фанаты артиста могли за всем наблюдать только из соцсетей приглашенных гостей. Среди них был замечен даже Тимати. Артист пришел один, без своей пассии Валентины Ивановой, с которой он в последнее время старается не показываться на людях. Девушку самого Джонни также никто не увидел. А вот мама и папа и еще десяток родственников поддержали певца на концерте. Я хочу показать многогранность своей музыки, то, как она может звучать. В этих песнях есть немного и арабского, немного и восточного, и азербайджанского, и что-то европейское, что-то русское. В общем, все перемешка. В этом, в принципе, весь я. Пилила контент под акустику и Валя Карнавал. Кстати, о коронованных особых. На концерт Джонни поп-король Филипп Киркоров не приехал. Но букет, надеемся, собственноручно наломанный сиренем передать не забыл. Филипп Педросович, к сожалению, не смог присутствовать. Но он решил передать тебе вот этот небольшой презент в честь исполнения твоей мечты. Чувствую иногда себя Филипп Педросовичем, когда очень много дарит цветов. Но, может, это и неплохо. Особенно, когда букет преподносит сам поп-король. Алена Богомолова, Руслан Мурзаев, ПРО Новости.